welcome 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 гейропа на войну идет начинается еще очередная неделя в европе и это у нас какая неделя по счету то по счету то какая третья получается только европейцев да не четвертая все верно у меня просто две команды ninja и пижамас и рокат почему-то у меня написано только по четыре игры на них видимо я статистику забыл вписать за прошлую неделю их надо будет обязательно записать перерыве ну так вот четвертая неделя ну по другим командам я сейчас сверяюсь да точно четвертая неделя но никак не может быть другая неделя там просто очень тяжело в европе оценить правильно недели потому что у некоторых команд в одну неделю два матча играется у других один матч но начинается все с того что круг первый закончился в европе своеобразная система по сути можно сказать что у них три круга первый круг играется со своей группы второй круг играется с группой оппонентов там будет пять матчей и потом завершающий круг снова со своей группой и у нас первая встреча между команды мисфит и и детали чей вайта лите привет привет всем привет 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 мисфиты какой у них статик статик у них очень даже хорошей чтобы не ошибиться сейчас зайдем на официальный сайт откроем официальные данные они открыты у мисфитов три победы одно поражение и да все верно и всего они отдали 4 карты 6 карт выиграли 4 отдали что касается команды байталити у них 13 статс выиграли они команду обезьянок но это было несложно как никак там обезьянки за компами сидят ну и виталики закрепили здесь на четвертом месте это конечно же не то чего они хотели хотя я не знаю чего они хотят пойдем таким путем я просто не особо понимаю чего они хотят мисфитов то цель простая они отобрали очки у команды g2 в прошлой неделе и теперь единственное поражение которое у них светится это против команды фанатик и теперь им надо отрываться отрываться и зарабатывать конечно же на аутсайдере группы оппонентов очки то есть им надо забирать его у виталиков у обезьянок очки сто процентов но здесь уже будет борьба сегодня будет еще вторая встреча не поговорим позже конечно же но я так просто упомяну упомяну что фанатике фанатике вот вот эти вот ребята будут играть против вот этих вот ребят обе команды по 31 там будет crazy встреча ну а здесь скорее всего ребят сила земли скорее всего будет одностороночка команда мисфит на голову выглядит лучше чем команда виталити обезьян кстати две замены мне подсказывают о молодцы молодцы если они действительно организовали две замены я только рад потому что то как они выглядели это было удручающе возможно смогут кому-то статистику теперь подпортить это правда ну что ж начинается бана пике по саппортам работают виталики хотят чтобы вандеру достался трэш и они с ним могли гонять ну скорее всего трэша заберет игнор по такой просто системе когда вы баните облица и там кенч вы просто говорите забирайте себе трэша он нам не нужен может есть какой-то план у виталиков на трэша сейчас посмотрим на показывают мисфит гейминг in series with g2 мисфиты как раз через трэша играли но здесь зак остался open и поглядывает альфари на макс лора и спрашивает чувак как мы чё там зак нужен нам не нужен макс лор говорит не 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 хотя ладно возьми и хотя ладно взяли улыбается макс лор потому что он знает что на этом чемпионе не играл вообще в европе зак редко доходил до банов пика файсей доходил ничего сверхъестественного не показывал просто ну была победа а таких супер плейсов то и не было в корее допустим зак у нас отыграл 8 игр 6 побед 2 поражения в америке по-моему без поражения идет зак 4 игры 4 победы ну четыре раза его не забанили четыре раза его взяли будешь на вандеры ругаться я буду ругаться на тебя и что там какие в чатике они уже на 7 12 сверху написано на патче ребят видите по цифрами 0-0 патч 712 так что все как положено догнали нас европейцы по серверу на сервере патч сейчас как раз 7 12 стоит и они тоже играют 7 12 так что никаких изменений ну смысле наоборот никаких изменений в дальнейшем их не ждет а все изменения уже проведены любовники вандера бушуют поляки бушуют я думаю во всем дело в этом что поляки бушу держит кроме него больше нет ни одного польска польской происхожденности парус плюс рейкан мне нравится вообще комбинация варус плюс рейкан но я вообще говорил что с рейканом очень много адекериков могут играть вместе в то время как вот азая не совсем уже со всеми играть у нее большие неприятности без каких-либо саппорт реальных чемпионов для нее там какой-нибудь браун с ней вообще не работает я не знаю как это играть ну ладно о заката в солоку нет хоть здесь посмотрю на него до зака в солоку действительно нет сейчас же там появилось две стадии банов то есть мы в пятером банем они банят в пятером и если здесь хотя бы можно увидеть как сетап вот по очереди идут там-то баны одновременно идут соло кушке и люди зачастую просто банят зак а уж с одной команды точно и получает что зака мы не видим вообще но и вот и подумают еще наверно до этой системы может быть как-то ее исправят хотя больших косяков я в этом не вижу потому что на про сцене это одни 5 банов у нас это другие 5 банов должны быть логично если у нас будут баны пике идти так же долго как и здесь желание играть с олоку будет пропадать у людей команда vitality у нас играет через кейтлин и два щитковых саппорта взяли для нее один с инициации второй с дополнительным медвежонком танковшком и взяли рамбла на топ по теории они должны сейчас добивать себе пик арианной но корки ну наконец-то первая команда которая взяла корки в патче 712 ну благо здесь игра была еще и первая корки на мид ребят будет сразу же как контракт ариане о котором мог бы взять нюкдак и сейчас нюкдак наверно будет долго думать а пикать ли ему ариану потому что жестко тяжело стоять против крокача на миде а я главное посмотрю на билд корки кто не знает в патче 712 есть у меня в описании стрима ссылка на мой youtube там уже есть разбор полета в патче 712 периодически мой бот отдельно на этот видосик спамит вам ссылку в общем можете посмотреть и в патче 712 одним из изменений было усиление корки как а пешника у него отобрали физический урон практически полностью теперь его автоатаки наносят магический урон и соответственно ну то есть цифры те же самые то есть все что скеллится от а.д. теперь наносит магический урон магические криты ребят я не шучу да так и есть всего лишь 10 процентов вроде бы да 10 если они шивая составили процентов урона физикал то есть ты наносишь грубо говоря 100 урона и из них у тебя 90 будет магического ну такие дела что у тебя лагает не должно ничего лагать не пугай меня ничего не лагает все нормально 20 20 на 80 меня поправляет говорит не 10 процентов а 20 20 физического но когда я увидел я две игры уже сыграл на корке одну корки как это керри сыграл ну понятное дело просто как рейнджовый чемпион на бот лейне и одну игру как корки медлейнер разные два билда попробовал один старый билл тринти форс рапитка инфинити эйдж пенетра ботинки white staff второй билл сделал full ability power маска банши пистолет ну и тринти форс тоже соответственно было и в обоих играх соотношение физического урона и магического урона было в районе пяти процентов физического урона всего лишь но напоминаю что вот про те то что я говорю 20 и 80 к вашей авто атаки спелы они изначально не могут наносить физический урон потому что у них тупая просто есть физикал скейл ну то есть увеличивается урон зависимости от того сколько вы одесса брали но при этом все но магический урон будет вот мне интересно что же будет делать у нас power of evil как я тут продумал может быть даже стоит брать лич бэйн на него но он как ассасин не подходит явно морелка ему тоже не совсем подходит потому что кдр вандер говорит ему не нравится эта игра и в общем сейчас какая-то пауза у нас произошла но ладно а так вот но если корки пойти то есть вероятность что его будут играть не через кдр а через флатовый урон какой-нибудь лудон сека может быть даже в чистая одесса скоростью атаки как и старый билд был угадать сейчас я не смогу посмотрим и точно могу вам сказать чтобы там сейчас не выбрал power of evil зачастую он будет прав ну потому что он первый кто на просто не это показывает и какое мы имеем право спорить правда правда пауза у нас как-то продлилось альфари нам показывают вроде бы руку поднимал вандер а показывает нам альфари но альфари судя по его лицу перезаходит в игру думаю на старом билде сыграть но если старый билд то это пенитра ботинки тринити форс инфинити эйч рапитка и пистолет собирай не собирай ой извините я сейчас вернусь у меня кошка тарелку разбила судя по звуку и его на ускорбила осурсии и других людей их сверху что-то что-то такое и тем каком он не побывал что это сказали вот рэнктира и не поднимает но здесь очень люк у них в настоящих исполнениях все-таки и колоссийские процентах не очень бытвы и сегодня так что если вы не хотите но стоит а в киеве который осуществует в эссервис киеве я также sollen сутиб he не дизб Agano у него он не билд но он был лиха он неизбал он не был в тρχом Как ни странно, тарелка не разбилась, но звук был ее падения, она упала и не разбилась. Ну там невысоко было, знаете, эти маленькие стульчики, ой, не стульчики, а столики кофейные невысокие. И она на паркет упал, и такой звук издался, и все. Все же механика чемпиона, как и у АДК. Да, механика как у АДК, и поэтому теоретически через скорость атаки его играть можно, через криты его играть нужно. Криты на корке заходят на ура, потому что критующие ability power spell это круто. Ну, то есть автоатаки, это круто. То есть когда вы можете дать крит, ну тот же самый, который дает АДК, полторы тысячи. Ну вот, ладно, это Кейтлин выдает, Дрейвен, у корки будет это 800, но все равно 800 с автоатаки магического урона, с автоатаки, Карл. Чувствуете, да? В этом и идея этого билда. Ну а чистый паук через ракеты, наверное, не будет в этой игре сыгран. Джоку у нас здесь обворовывает на синий баф Макс Лора, Макс Лора начал с красного леса, но не бафа. Он вообще ни одного бафа пока что не взял, просто забрал рапторов, после чего пошел забирать волков, ну и сейчас придет, увидит, что там нету синего бафа. Скорее всего заберет речного дьявола. Речного дьявола. И пойдет забирать жабу, которая в его лесу. После чего сделает рекол, ну и вернется уже в свой красный лес. Наверное, например, такой темп будет. Не, он не пошел сразу на речного дьявола, странный немножко выход. Ну ладно. А кто скажет, что у корки просто урон от автоатак? Теперь маг идет в основу. И количество АП никак не влияет на урон. Да, количество АП влияет только на его спелы. А урон, количество АП если ты соберешь, ну это добавит автоатаку по вышкам. Ну это, я думаю, вы и так все знаете. За, по-моему, соточку ability power у вас лишний урон идет по вышкам. Вроде соточку, я точно сейчас не могу вам сказать, за что там было. Надо гуглить снова, я неправильно помню. Речной дьявол, новое название Рениктона? Не, 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 это я речного краба так назвал, а потом вспомнил игру по БГ. И стратегию, стратегию речной, ой, морской дьявол, и почему-то речной дьявол, надо сказать. Макс Лорд забирает красный, но без бэка. Побоялся он, наверное, что он два бафа вообще своих потеряет. Но видите, речного краба он так и не забирал. И самое смешное, Джока по темпу-то его обгоняет, только Джока со своего первого бэка ничего не купил. Он купил себе ботинки и все. Тоже не совсем разумный выход. Стараться надо, конечно же, чтобы первый бэк ваш был с джанглерским сайдстоуном, вот этим. Ну, если это на компетив игре. Ну, либо покупать два мячика, если вы играете через ассасинов каких-нибудь, типа Лисина, Казикса. У нас здесь первый бэк ботинки. Ну, ладно. Сойдет и так. Сойдет и так. Корки будет как Тима теперь. Речной дьявол, это там Кенч. Да, но он был забанен. Проходит здесь Джока, своими кустами проверяет. Кенч знает он, что сейчас рапторы появятся в 4.25, потому что их пытается отменить Power of Evil воровство. У него это получается. Подходит сюда и нюкдак, который раздамаживает Power of Evil, и все равно часть крипов они забирают себе. Ну, это хороший ход был от Джока. То есть я тут его похитил немножко, сказал, что мне не совсем понравилась его идея с ботинками, но идея была, как можно быстрее вернуться и забрав свой синий лес, сохранить смайт, после чего пойти в чужой лес и там через смайт обворовывать оппонента. Но так, видите, не сработало Корки ценой своего ХП и спокойствие на своей линии, потому что теперь этого спокойствия ему не добиться в дальнейшем, пострадал, но защитил. Защитил часть этих рапторов. 29 фарма у Корки, всего лишь против 49, против 50 уже. 20 крипов преимущества нюкдака. Нюкдак очень хорошо отыгрывает эту линию. Постоянно запушивает, отходит, а Корки, видимо, не справляется с ластхитами. Мы не видели, какие руны. После игры, напомните мне, чтобы я зашел и посмотрел, какие руны и мастерки взял Power of Evil. Просто интересно, потому что редко такое вот происходит, что Риоты так сильно меняют чемпиона. Что теперь, мне кажется, даже в Full AD его играть, ну, как раньше игрался, можно это пропустить, а стандартный сделать билд через Ability Power. Но, конечно, Power of Evil, ну, ой, как много он пропускает крипов там, я просто увидел, он там на ровном месте потерял двух крипов. Хук здесь цепляет у нас Игнар, Игнар делает прыжок, но мимо, на ловушку, че же можно встать. Стилбэк ставит ее, пошел урон по Игнарчику, и Хансама вынужден был полечить своего товарища и задать ему вопрос. Слышь, чувак, а че там по твоей W, ты куда ее вообще дал-то, ты внимательнее смотри. И почему он на Ешке потом не вернулся назад? Здесь Джока прогнал у нас Зака и забрал себе еще один кемп. Пока, Виталити, выглядит злобней командой Misfit. Серьезно? Намного злобней. У них и план на игру был, и сетап, в котором можно играть. Я там Ариану им уже приурочил, сказал, что под Ариану был взят Рамбл и идеально зайдет. Да, Ариану действительно идеально заходила, но она проиграла бы Коркачу, и они решили взять Талию, которая будет пушить линию, и Корки попадет в эту проблему на фарминг-фесте на миде. Проблема есть, пока решается. Пауэр Фуэлл купил себе кул, знает, что он проиграет по фарму сам по себе, но зато отыграется, когда наберет себе 100 крипцов. А Гуинца будет много Корки давать урона. Джока обворовывает еще и синий баф, ну божь ты мой. Макс Лор совсем в ней играет. Ни одного ганга не сделал Макс Лора еще, нигде он не появился на карте. Вынуждена команда миссфитов поставить была 2 целых пинг-варда в своем лесу. Синим, ребят, посмотрите. И эти два пинг-варда не помогают. Краб все равно, ой, не краб, жабы все равно было украдено, и синий баф был тоже украден. Что это там такое? У меня есть какой-нибудь из админов на Твиче? Последите, пожалуйста, потому что я догадываюсь, откуда это все идет. У нас сегодня тут параллельные конкурентские стримы. И, ребята, я, конечно, не хочу никого обвинять, но люди просто так никогда не появляются. Вы же сами помните, что никогда не было вот такого рода комментариев с Твича на моих стримах. Было во время Солоку, но во время Солоку я заслужил, потому что хейчу свою команду. Ну и иногда... Ладно, у нас, видимо, на Твиче нет людей. Сейчас, забаним, извините, ребят. Ну, просто надо забанить человека. Вот, все, до свидания. После этой игры раздам парочку админок на Твиче, чтобы вы следили за порядком. Ну, потому что... Ну, я не хочу чат отключать, мне все же приятно с вами общаться во время игры. Ну, неприятно, когда вот такое вот пишут. В любом случае неприятно, сами понимаете. Так, у нас здесь Зак сделал небольшой ганг, пока я отвлекался. Впрыгал, никуда не попал. Никуда прожал у нас ГОСТ и попытался погоняться за двумя игроками Мисс Фит, но не очень получилось. Наконец-то я получу модерку. Кстати, да. 11-14 ПМ, ты один из первых, кто ее может получить. Ерунда, тебе дам, конечно, если ты там будешь. У нас тут небольшой теперь Сидж от команды Виталиков. Из-за того, что они Зака прогнали полностью из леса. И Мисс Фиты пока выглядят очень слабо. Но их сетап работать должен за счет мидгейма. Лейнинг фейс, конечно, неприятно проигрывать. Особенно неприятно проигрывать лейнинг фейс Ринниктона против Рамбла. Это вроде должна была быть легкая линия. Ну, просто фармишься, фармишься, а потом начинаешь немножко доминировать. Никакого доминации у Каба-чарта не должно было быть. Но Кабу, видимо, за счет своего индивидуального скилла продвинулся. И нам сравнивают с золотом между джанглерами. Минус 500 Макс Лор уже проигрывает. Между мидлейнерами Райвенса. На ботлейне чуть-чуть даже впереди идет Варус. У саппортов абсолютно идентичные цифры. Ну и вопрос тут по Альфаре. Он на фарме проиграл две сотни. Ну, это мы видим. Эти две сотни минус 10 крипов как раз так и есть. Но вот джанглер плюс 500. Джанглер плюс 500 играет. Конечно, сейчас начнет это отыгрываться все. Команда Мисфит больше не смогут Виталити так играть агрессивно. Более того, у нас Валкирия была от Пауэра Февел. Оцепляет Нюгдака. Нюгдак прожимает все, что у него есть. Но этого всего недостаточно. Потому что дает еще подкидывание Игнар. Потом Чарм. И нужен был флеш от Нюгдака. Но на реакцию он его прожать не успевает. Игнар тут гоняется за Маргариткой. Маргаритка пытается убежать. И Макс Лорд прожимает на нее. Смайт забирает ее себе. Ну что ж, первая келл за командой Мисфит. Ошибка была потерянный контроль карты. Виноват... Не хочу сказать, что Вандер. Потому что там мне угрожали. Если я скажу, что Вандер... Виноват Трэш, ребят. Так-то мне не угрожали. Сказали, чтобы я не винил Вандера. Он не расставил нормально вардов. У него два пинка в инвентаре. Не успел расставить вовремя. Жаль, нам не показывают сейчас мини-карты. Мне интересно, где Трэш сейчас находится. Территориально. Потому что варды здесь были выбиты. Саппортом и джанглером. Если Джок и сюда подошел, то вот где был Трэш, который мог кинуть здесь фонарь и вытянуть своего друга, мы не знаем. 1-0. Абсолютное равенство по золоту теперь. Но... Не трогай Вандера. Я его и не трогаю. Я Трэша вине. Виню Трэша. А когда у нас у Виталиков будет Пауэр Спайк? Кто-то спросит. У них... Несколько ключевых предметов. Можно даже, наверное, по игрокам пробежаться. Это Жоня, законченная маска, Кабачарт. Джок. В зависимости от того, какой будет второй предмет. Редемшн Локет, либо Редемшн Ордентка. Такие варианты тоже рассматриваются. Может быть даже... Ордентка, Локет. Это как-то так. Что касается Талии, то она явно идет сейчас в Банше. А раз Банше, значит Банше плюс маска. Что касается Кейтлин, Инфинити с Рапидкой. Ну и Трэш, он медленно будет... Он не успеет просто добраться до ни одного айтема за это время. Тут полтора айтема осталось каждому из игроков. Это примерно займет минут 10. Вот тогда у них будет Пауэр Спайк. Но вот сейчас Месфиты сильнее. И Месфитам за это время надо что-то организовать серьезное. Потому что вот она, какая-то попыточка, подкидывание не попадает! Игнар не попадает ультой! Что? Да при чем здесь там комментаторы говорят, вот почему все жалуются на то, что Трэш хорошо Райкана контрит, то что вы всегда можете кинуть фонари, вытащить игрока. Он не попал спеллами! Он нажал ульту и даже не забежал в Кейтлин. Он просто прибежал туда и сделал прыжок. Человек! Ой-ой-ой, Игнарчик сейчас ошибся. Это был... Ну, может быть, килла не было бы, потому что у Нюкдаг, извините, у Стилбека все же еще флэш был. И Вандер еще был с экзостом. То есть там, скорее всего, был бы флэш-аут, подходящий дальше экзост, откидывание, ульта. Ну, то есть там еще играть можно было, но... Он даже не попал. А это плохо, ребята. Это как бы сразу в глаза бросается. Вот здесь пытается... Макс Лор идеально залосочистил, кстати, всех забрал. А мне модерку можно? Я тут был с самого начала. Старвош? Ну, посмотрим, посмотрим. Но ты вроде бы... Был действительно сначала, и был... И знаешь уже правила здесь? Мы людей здесь очень редко баним навсегда. Баним только на 30... На 300 секунд. И... Вот. Все. Ну, другие правила не буду рассказывать. Сейчас не до них. Не до них. Цепляет здесь у нас Стилбека! Пошла ульта! Очень хорошая откабочарта. Хансама пострадал. Вал в него еще ультанула Кейтлем. Пол лица ему оторвали. Придется отступить. Неплохая ротация от команды Виталити была на топ. Проведена, но Мисс Фитты это прочитали и сместились тоже туда. Хансама, он здесь выхиливается за счет автоатак. У него уже почти Боттерк собран. Хотят они эту вышку позащищать. Но пора уже, наверное, забить на это. Побаиваются немножко дальше идти Виталити. Вызывают они Маргаритку и ломают все же эту вышку на топе. Виталити очень сильно сейчас выглядят. Вот в начале. Они, ну, очевидно, что выиграли уже early game. Очевидно идет телепорт Альфаре. Вот это интересный ход. У нас Рамбл полетел от жадности на ботлейн фарм. В этот момент у нас заходит со спины. Игнар ставит варт. На него прилетает Ринниктон. Ловит стилбека и убивает его. После чего переключается на следующего игрока. Ловит Иверна. И Каркач долетает. Забирает себе еще и второй келл. Мессис. Иверна погибает. Вандер на трэше. 4-0 становится счет. Но за это потеряются вышки. Я не могу обвинить команду Виталити в том, что они пересидели на топе. Потому что скорее здесь ошибся Кабачарт. Который нажал телепорт вниз. Он это сделал в открытую. Если бы он сделал телепорт на вышку. Ребят, на вышку. Это было бы хорошо. Потому что никто бы не видел твое ТП. Ты бы точно так же пофармился. Отпушивал. И там не было бы уверенности у Альфари, что все хорошо. Пауэр оф Эйвелл пытается Нюкдака поддамаживать. И видите, Банши даже не снимается. Пошла ульта. Валкири. Пауэр оф Эйвелл оцепляется за Нюкдак. Но Нюкдак отфлэшивается. Убегает. А вот Кабачарту отсюда уже не уйти. Пауэр оф Эйвелл зарабатывает себе. Четвертый келл. Тринити Форс собранная карает. Но зато можно поругаться на команду Виталити суммарно на всю команду за то, что они слишком рано начали сиджить. Я говорил, что у них через... Ну, на 13-й минуте я говорил, что будет через 10 минут их пауэр спайк. Они решили воспользоваться замешательством небольшими мисфитов и сломать вышку на топе. И потом провести какие-то битвы. Когда они не были еще с пауэр спайками? Когда у Корки есть уже Тринити Форс, когда у Рейника уже есть Блэк Кливер. А эти предметы, ну, на голову, сильнее предметов, которые есть у Талии и у Рамбла. То есть два игрока выключены. Они боевать точно не хотят и не могут. Привет, как дела? Когда будешь в Солоку? Ну, вчера были в Солоку, сегодня ЛЦС. И потом посмотрим, в зависимости от того, сколько будет по времени. Идти эти матчи. Показывают на урон. Ну, видите, топ-лейнер и мид-лейнер. Топ-демеджеры своей команды. Ну и наоборот, у Виталийцев не участвовал Рамбл Италия в этом файте. Ну, а стилбэк одного спасти не получилось. Идеальная команда Виталийцев. Пять смертей на каждом игроке по смерти есть. И идеальное распространение для команды Мисс Фит Киллов. Вот если бы все получил Варус, это было бы хорошо. Да, ребят, но не идеально. Идеально как раз, чтобы получил сейчас либо Реник Тон почти все киллы, либо Пауэр оф Эйвел точно все киллы. Потому что Пауэр оф Эйвел стремится к предметам. Макс Лош сейчас будет давать ульту. Стяжечка. Ульта. Перекидывание. Воу, Игнарчик дает ульту свою. Только, а где урон-то? Ну, ладно. Зато было сделано классно все. Ну, не забывайте, что там был хилл прожат, флэш прожат, экзос не тратил. Вандер и Мисс Фиты. Киллов не добились, но зато сняли неплохие самунир спеллы с команды Виталити. И мне кажется, опять Игнар не попал своим подкидыванием, если мне не показалось. Надо быть... Ну, повтор нам вряд ли покажут, потому что киллов не было там. Обычно только скиллами показывают повторы. Мне кажется, он там как раз-таки не попал подкидыванием. Можно было вытащить. Ну, а Пауэр оф Эвол явно идет в рапитку за тринтифорс. И потом будет ботинки на пенетру собирать. Они обязательно нужны, потому что... Представьте, ребят, если бы продавались ботинки не берсерки, которые дают скорость атаки, как и декери, а были бы ботинки, которые бы давали вам 15 леталити не хочется. Давайте тогда, чтобы честно, 20 леталити. Потому что 15 леталити... Пока вы доберетесь до 18-го левела, вы их, скорее всего, покупать не будете. Вот, задумайтесь, покупали ли бы Ассасины и Адэшны, типа Зеда, Пантеона, Талона, Казикса, Лисина, ботинки на 20 леталити? Я думаю, да. Однозначно, да, они бы их покупали. Причем всегда и почти сразу. Кстати, он не рапитку собрал. Выкуси, сказал мне, корки и купил статик шив. Я вот смотрел показатели. У статик шива показатели чуть-чуть лучше, получается, чем у рапитки. Но рапитка обладает первой автоатакой с доп-рэнджа. И мне казалось, что вот на корке как раз доп-рэндж лучше. Но, видите, он принял решение взять статик. Следующий предмет, как я говорил, будет пенетра. Войт став, не зная, будет ли он брать. Ну, следующим тоже предметом. Может быть, это будет уже выход тогда... Хекс-дринкеров, стирак, вот что-то такое. Вполне реально. Ну, там комментаторы обсуждают то же самое. Говорят, что войт став должен быть. Он-то будет, но какой следующий будет предмет после ботинок, пока не знаю. Просто войт став-то особо здесь и не нужен. Смотрим, там банши только у одного игрока собрано. А сами показатели Магреза еще не настолько высокие, чтобы торопиться и собирать войт став. Ботинки на леталити? Дайте две на обе ноги. Вот-вот, я говорю, если бы были такие, это однозначно бы собиралось. Просто для Корки как раз, по сути, и появились ботинки на леталити. Вот в чем прикол. Не-не, он будет собирать Инфин, там спрашивают. А он Инфин не будет собирать? Будет-будет, скорее всего, собирать. Но Инфин в этом билде собирается одним из последних предметов. Но Корки, по-моему, его сейчас собирает. Он решил так сделать. Как раз не придумал, Пауэр оф Ивол, что еще сделать. То есть у него один слот, получается, остался под войт став. Один слот под Инфинити Эйдж. И вот еще вот один предмет. Обычно был защитного типа предмет. Типа Хекс Дринкера. Банши раньше еще собирался. Маска, которая дает вам ХП. Ну, вот такие варианты. Но вот Пауэр оф Ивол пока не придумал, что туда засунуть. Так как не видит угроз от оппонентов вообще никаких. И сразу же собирает себе Инфин. Ну, как мне кажется, если честно, ребят. Действительно, ботинок на леталити не хватает в игре. Есть несколько вещей, которых явно обделили Риоты. То есть дали предметы такого типа. Но альтернативных вариантов нет. Ботинки леталити. Как раз одни из них. О, тут Макс Лора ловят. Но Игнар его прикрывает. Дает ему два щитка. Выбивается Барзе, который как раз сражался Макс Лор. И команда Виталити явно ушла в защитный режим. И сейчас не знают, как организовать им битву. Но им нужны предметы, про которые я говорил. Ну, вот первый игрок дошел до них. Джока оказался первым. Он проигнорировал джанглерский предмет. Даже начало его не собрал. А это, как мне кажется, ошибка. Нехватка вардов. И нехватка мана регена в своем лесу. Почему бы вообще его не собрать? Странная, в общем, идея. Но собрал Редемшн Ардентку. Он, кстати, выбрал тот вариант, который я даже вам не предположил. Взять Вандера. Пытается поймать. Он отфлэшивается. Притягивает у нас Джок. Пошла ульта. Варус. И шкарное перекидывание устраивает у нас Нюкдак. Но Игнар цепляет его своим подкидыванием и чармом. И дальше подамажить Нюкдаку не дали. Еще одно перекидывание дает Нюкдак. Пытается кушками поддамажить. Хоть как-то 5-0 счет сохраняется. Никто не погиб, значит. Но телепорт был с Альфари снят. Надо теперь снимать ответ на телепорт с Рамбла. А чтобы это сделать, надо начинать делать Нашора. Но Насталия запускает свою ульту и не дает сделать этого Нашора. Варт еще был здесь поставлен. Макс Лор тратит просветочку, выбивает. Но надо начинать делать Нашора. Если сейчас Альфари уйдет вниз, то Нашор... Да, не будут они его уже делать. То Нашор, в общем, отменяется еще на 5 минут. Потому что сейчас Альфари будет снизу стоять. Надо теперь аккуратничать. Из-за того, что если вы где-то попадетесь в красном лесу оппонентов или на топе, Рамбл прилетит, а Гнар, ну, никак сюда... Ой, не Гнар, а Говорился. Рениктон никак сюда прийти не сможет. Посмотрели на сайте, говорят, у статика на порядок выше винрейт, чем у рапидки. А, ну, тогда это действительно лучше. Раньше рапидка была в приоритете. Ну, когда была пассивка у статика и у рапидки одна и та же, абсолютно одна и та же, только вторая пассивка была разная. Тогда рапидку собирали. Ну, а сейчас видите статик. Ну, до инфина, конечно, еще далеко. Их так сильно слышно, что ли, Александр? Ты просто не знаешь, Александр, насколько это уныло, комментировать в полной тишине. Это реально ужасно. Вот я просто на секунду вам покажу. Это ужасно. Слышите? Ничего не слышите. Правильно, вы слышите только мой унылый голос. А надо, чтобы хоть чуть-чуть был какой-то фон задний. Если бы ты был из олдскульных пацанов, ты бы ощутил эту разницу уже давным-давно, когда мы еще и Варкрафт комментили, Старкрафт комментили, без английских комментаторов. Это очень тяжело. Ловит здесь стилбека. Буковку Г нарисовал у нас Пауэрофывал, но сыграно было действительно как полное Г, потому что только два игрока команды Миссфит здесь было. И такое впечатление, что Пауэрофывал не хотел Валкирию свою потерять, чтобы она, ну, закончилась без дела. Решил сделать инициацию. Макс Лора забайся, тот ворвался. Погиб. И это минус пассивка и минус заг суммарно. Альфарий никак сюда прийти не мог. У него не было телепорта. Телепорт, кстати, Кабачар тоже не тратил. Варус был вообще на топе. Хук! Варуса ловит! Но тут же у нас Игнар дает подкидывание с Чармом. Вандер прожимает на себя QSS. Или это Микаэль был? Я так и не понял, где это? Это QSS был, но оно ему не помогает. QSS-ка. Килл ответный забрала команда Миссфит на саппорте за Зака. А там слышно, как кричат зрители на ЛЦС? Ну, мне не слышно. Я очень тихо слушаю их, но все же слушаю. А вообще, если смотреть именно с английского стрима на официалке, то да, слышно, как болельщики радуются киллам, убийству вордов и так далее. Или ты имеешь в виду игрокам, слышно ли? Игроки ничего не слышат, у них двойные наушники. У нас здесь ловят Игнар еще одного игрока команды Виталити. Он прошелся по вордецкам. И Игнар делает в него подкидывание, после чего Миссфиты врываются и убивают Нюгдака. Но наш Ор отменяется. Так вот, на про-сцене у них используются капельки, в которые идет звук. И дальше накрываются еще большими наушниками, звукоподавляющими, в которые тоже идет звук. Соответственно, две пары наушников они одевают, это такие правила. И теоретически они не слышат вообще ничего. Но рассказывал и Сники на стриме, и другие игроки тоже рассказывали. Они слышат периодические крики, когда совсем что-то. Эмоции все же обуревают их. Но догадаться, в честь чего идет этот крик, очень тяжело. То есть подсказок там не будет слышно. Игроки все равно общаются друг с другом, в основном. Но чуть-чуть слышно. Чуть-чуть все же их слышно. Нам показывают повтор, как Вандер сделал хук. А пока мы смотрели повтор, погиб Иверн. Иверн погиб в повторе. Ну и сейчас мы из-за того повтора попадем, видимо, в новый повтор. Но пока нам туда идти нельзя, потому что Иверн это джанглер. А джанглер когда погибает. Что, ребят? Правильно. Появляется проблема на Шора. Как за него бороться, непонятно. Рамбл туда смещается. Пауэрфул занимает хорошую позицию. Переключается на нюкдака. Софт-атак его расфигачил. Убил. Подкидывание идет от Игнара. Минус трэш. И Кабачар только в жоне высидеть смог. Дает ульту, но только когда уже все игроки его погибли. И эквалайзер, по сути, стал ковровой дорожкой для команды Мисс Фит, по которой они прошли. И направились к нашору. Как за Оскаром прошли они. 11-1. Мисс Фиты, скорее всего, выиграли эту игру. Уже можно забегать вперед и говорить. Не пересидели, Виталити. Не пересидели из-за того, что слабый вижен у них. Кого винить? Я могу вам точно сказать, кого. Не будем тыкать пальцами, но вот этот парень, вот этот парень, вот этот вот парень, не купил Сайдстоун за 650 золотых. Золотых, ребят, 650 стоит. Да это с первого бэка покупается предмет. Он так и до сих пор его и не купил. Я не хочу вам сказать, что это точно была бы панацея и вы бы победили 100%, но не купить его, это жлобство. Тем более, что этот предмет, помимо того, что дает тебе варды, 3 штуки, он еще помогает тебе лес проходить. Не будет с маны и хп проблем, полюсу гуляешь, все хорошо. А раньше он еще опыт давал, сейчас вроде опыт убрали, да, насколько я понимаю. Теперь любой один предмет джангльский, который ты собрал, он уже дает тебе доп. опыт. Не надо, ну нет обязанности собирать полностью. И в итоге он тоже Локит собрал. То есть, не гнушается он собирать и Редемшн, и Локит, и Ордентку вместе. Ну а дамаг Каркача сейчас уж слишком силен. И Каркач Фантом делает, судя по всему. Вряд ли это будет Рапитка, хотя двойные пассивки работают. Мы это знаем, ребят, что и Рапитка, и Статик работают вместе теперь. Но скорее всего, ребят, это будет Фантом. Ну, поглядим. А у Горки урона очень много. И на следующей игре это однозначный бан будет от команды Виталити. Но вопрос в другом. Сможет ли Power of Evil на другом чемпионе то же самое вытворить? Мой ответ. Да, сможет. А Синдра была бы точно такая же сильная и точно такой же матчап был бы на линии. Причем даже, наверное, полегче был бы матчап на линии. А дальше уже вопрос. Как Виталити бы проявил? Единственное, вот мобильность, конечно, у Синдры гораздо ниже, чем у Корки. Здесь у нас Альфари делает врывчик по нюкдаку. Снимает с него банши. Ну, и тот отходит в сторону. Не хочу заходить в Солоку сегодня. Да, патч уже 7.12 у них. Хук, Вандер попадает у нас в Зака. Зак хочет ворваться, но ему отменяют эти прыжки. Теряет Заку очень много хп. И Варус давал ульту, но не попал. Команда Мисс Фит очень много всего сейчас потеряла. Не знаю, смогут ли они заходить наверх, правда, на данный момент они сломали вышку на миде. Вышка на топе убита была Пауэр оф Эволом за экраном. Мы это пропустили. Пауэр оф Эвол очень быстро ломает ингибитор вместе со своей командой. Пауэр оф Эвол, конечно, однозначно MVP этой игры. И приятно вот так вот начинать, потому что новый чемпион, новые надежды ловит Пауэр оф Эвола. Перекидывание идет, Пауэр оф Эвол отпрыгивает назад. Пошло Ковролин, но урона недостаточно. Пауэр оф Эвол сейчас издалека стоит, просто раскидывается спеллами. Говорит команде, чтобы она кайтила и не лезла дальше, продолжена в этот файт. Ну, они так и сделали. Никого не убили Виталити. Ну, и Мисс Фиты довольны, как слоники, реколиваются на базу. Ну, и СБК. Рапидка все же будет собрана. Не Фантом, ребят. Рапидка и QSS собирает Пауэр оф Эвол. Когда его хукнули, я тоже про себя подумал. Ведь еще иногда QSS собирали на Каркача. И, видимо, точно так же подумал про себя и Пауэр оф Эвол. Покупает себе QSS, потому что это единственное, чем его могут поймать. Берет себе Big Package. И сейчас с Package Delivery, как FedEx, полетит, ворвется в оппонентов. Потом буковка G уйдет на второй Валкирии в сторону и начнет раздамаживать. Почти 7000 набрали золото Мисс Фиты с этим Нашором. Средний показатель по Европе очень высокий в этом сплите. По сравнению с предыдущим, напомню, что предыдущим было 2,7. 2,7. Это предыдущий сплит. В этом 4,200. Средний показатель. Это говорит нам лишь о том, что либо Риудская система поменялась, но по Америке нет никаких изменений, по Корее тоже нет никаких изменений. Просто европейцы лучше начали использовать Нашора. Потрачена Валкирия была от Power of Evil. Он побоялся, что его хукнет Вандер. А команда его еще не успела нормально сюда подойти. Хорошие ловушки расставил, конечно, Стилбек. И Арианочку бы сейчас иметь здесь. Минус Вэшка. В рэйф идет от Зака. Зака перекидывает. Стяжечка. Ульта. И... Ну, даже без ульты обошлось. Корки уже делает 2 килла для себя. 3 килла для Корки. Можно переключиться на 4 килл для Корки. И потом останется Нюкдак. Надо, конечно же, его давить. Где у нас Корки? Он погиб. Black Hawk Down. Black Hawk Down. Mayday. 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 Сбит вертолет, ребят. Вертолет был таки сбит командой Виталиков. А вы как думали? Это вам не хухры-мухры. Но Крокодил мстит за свой вертолет. Убивает его вместе с Заком, Игнаром и Варусом. 16-2. Победа за командой Misfit в первой игре. У нас Best of 3. Будем ждать. Улыбается Power of Evil. Пента ему не видать. А кто его... Его зажарил, по-моему, как раз Рамбл. С ракетницей выстрелило в конце, когда его убивали. И Рамбл его Напалмом и своим Ешкой. Это Гарпун, да, по-моему? Гарпуном и Напалмом сбил вертолет. Вот, чертовы террористы. Ладно, ладно, ладно. То сейчас обидитесь, подумайте, что Виталики террористы. А там в чатике наверняка еще окажутся нацики какие-нибудь скажут. Но имя Виталик, это же чистое русское имя. Да как ты смеешь, стример? Ладно, идем на перерыв, ребят. Следующая игра у нас эта же. Только, скорее всего, без каркача. Говорят, что камнем сбили. Ну, это точно террористы тогда. Камнем сбила Талия, кинула камень в окно. О, она Рэмбо. Она как Рэмбо, ребят. Помните первую кровь? Он же тоже камень кинул в вертолет и сбил его. Перерыв. Все. А вы пока идите пересматривать первую кровь с Сильвестром Сталлоне.